Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 28 мая, ой, 29 мая. Вчера 28 мая я говорила о поливах, какой полив любят томаты. И вот теперь я хочу конкретно о каждом отдельном поливе поговорить. Вот у меня в этой теплице капельный полив. Я сейчас поговорю про полив каплей и потом выйду в огород, днем будет потеплее. Я расскажу о поливе луночном, но вот когда я из шланга поливаю лунку. Вот здесь у меня капельный полив. Он у меня всего второй год. Кто смотрит все мои видео, они видели, что у меня раньше не было его. Теперь вот он появился. И с капельным поливом тоже могут быть свои проблемы, тут свои заморочки. Я не сразу приспособилась к этому капельному поливу. Я хочу сказать тем, кто приобрел капельный полив совсем недавно. Вам нужно поменьше руководствоваться своими ощущениями, вот такими визуальными. Вот как было у меня. Я когда капельный полив первый раз полила, мне все очень долго казалось, что мало им. Вот смотрите, я вчера вылила 400 литров воды, это почти полтонны. Это ужасная цифра такая огромная. Вот скажешь полтонны воды, а ее здесь не видно. Видите, какие аккуратные пятнышки остаются. И вот первый год меня это смущало. Мне все казалось мало. Я брала шланг и доливала каждой помидорки еще немножко. Я же привыкла при луночном поливе, что у меня визуально, я вижу, что я лунку налила, там много воды, значит все, помидорка полита. А при капельном поливе, мне все кажется, ну, то он не туда попал у меня. Вот видите, здесь пятну, а томат здесь. И мне кажется, что он все не допивают мои томаты, мне казалось, в прошлом году. Но в этом году я уже поняла, что им хватает. По результатам прошлого года я поняла, что можно и отрегулировать капельный полив, так как. Вот смотрите, начнем сначала. Я вчера говорила вот про этот справочник. Что в справочнике написано, садовода, что до цветения им нужно всего 4-5 литров на квадратный метр. Если посчитать вот эта теплица моя, 3 на 8, 24 квадрата. Умножаем на 5. Что тут у нас получается? Ну, чуть больше 100, 110 литров. Это значит, что когда вы высадили рассаду, что она, когда до цветения, она молодая, достаточно делать раз в неделю полив, всего пол бочки 200 литровой. Ну, обычно у всех вот эти 200 литровые стоят металлические бочки стандартные. 110 литров это половина бочки. И если у вас нет изнуряющей жары, но опять же, я вчера говорила, что это надо руководствоваться с почвой. Какая у вас почва, какой у вас климат, какой у вас регион и применять, соответственно, к своим условиям. Но если у вас такая средняя погода, ну, умеренная, не жаркая, то пол бочки один раз в 5-6-7 дней хватает томатам, которые только высадили. Но в том же справочнике, я вчера уже говорила, что когда во время цветения и завязывания плодов, нужно увеличить в 2, а то и в 3 раза. То есть, вот эту же теплицу, 24 квадратных метра, которая 3 на 8, если я 15 умножу на 24, то получается 360 литров. Это вот и выходит как раз мои 2 бочки 200 литровые, которые я вчера вот говорила, вылила 400 литров. Это и норма. Хоть меня вот эта цифра и убивает, мне казалось, так много. Когда шлангом поливаешь, ты же не видишь, сколько ты наливаешь. Мне казалось, ну, понемножку лью я в каждую луночку и все. А когда я высчитала, что мне нужно полтонны воды выливать, 400 литров, меня эта цифра убила. Я даже сначала не поверила, но потом я догадалась эти 400 литров разделить на все мои 140 растений. И получается всего 3 литра на кустик. Получается, что одной томатной помидорки вот такой достается всего 3-х литровая баночка воды. Это немного, это нормально. И вот какие выводы я сделала про капельный полив. Я уже сказала, пол бочки хватает тогда, когда растенец маленькие, ну, совсем крошечные вы высадили, они еще не цветут. Как только зацвели, увеличивайте. Я вот сейчас, я делала последний раз 19-го, сейчас 28-го вчера сделала, через 9 дней. 19-го я вылила 2 бочки воды через капельный полив. Одну спустила, потом налила, следующую сразу же спустила. Сразу говорю, я их не грею. Вот какая налилась холодная у нас подземный источник, и такую и полила. У меня получается, что первая бочка теплая идет, которая несколько дней, ну, неделю стоит, она все равно немножко потеплее. Вторая бочка идет холодная. Ну, так как вот первая бочка, она уже прошла, смочилась, и на улице все-таки тепло, вторая бочка холодная, я не думаю, что она их сильно там убивает, или что-то они уже привыкши к этому. Вчера я вылила 2 бочки, и мне этого на неделю хватит. И вот эта такая система капельного полива, вот как мой вот такой график, в прошлом году я его придерживалась, и даже в жаркую погоду, даже в знойную погоду им этого хватает. Но визуально, конечно, мне кажется до сих пор, что им этого мало. Но у нас, опять же, мы, я напомню еще раз, вчера говорила, что не надо их разводить тут сырость. Вот при таком поливе капельном, мне что нравится, что вся почва остальная-то остается вообще сухая. Тут нет сырости, тут не возникает фитофтора, а это вода, вот эти 2 бочки, они туда все-таки поглубже уходят, и она как раз уходит на глубину вот этих корней. Корневая система у нее же, у томата развита, она уходит далеко туда, и вот распространяется, и как раз смачивается тот грунт, который там внутри, не поверхность, а именно помаленьку, помаленьку, капля за каплей, она уходит туда, и потом томаты целую неделю эту воду пьют. И вот по моим наблюдениям им этого хватает. Так что с тапельным поливом, вот я разобралась, все просто. Сейчас они, ну это вот считай все лето я буду делать, тогда августа, сейчас пока они цветут, пока они будут завязываться, пока они будут наливаться, я 2 бочки, 400 литров, раз в неделю спускаю. И стараюсь все подкормки или какие-то добавки, если я делаю хоть фитоспорин, хоть там вот эти витаминки, которые десерт, какие-то, ну что-то вкусненькое им, стараюсь все совмещать с поливом. Потому что мы знаем, особенно если вот будет жарко, иногда листовые подкормки делать сложно, утром уже солнце, вечером жара до 11, я все запускаю в этот бак. И вот вчера фитоспорин они получили и гуми Кузнецова. Это очень легко, это очень просто. Конечно, капельный полив облегчает наш труд. И вам нужно только подстроиться под свою погоду, под свой регион. Высчитать, сколько вам нужно вливать. Одну бочку, полторы или две. И это зависит, конечно, от погоды. Если жары сильно нет, то может быть вам и не нужно 400 литров выливать. Все, до свидания. Я вот рассказала свое мнение, как я приспособилась поливать. Но ведь у каждого разные регионы у нас, разные погодные условия. И как не всякому сможет повторить мой полив, не всякому нужно повторять мой полив, потому что у кого-то, например, будет прохладная погода, сырая, дождливая, тогда 400 литров, возможно, и не нужно вашим томатам. Потому что земля, которая вокруг теплицы, если дождь, она все равно поступает в грунт. Вот у нас, когда снег тает, вся земля делается влажной в теплице. Смотрите, чтобы не переливать, я уже вчера говорила, что если сильно много и постоянно влаги много в теплице, качество плодов снизится, они будут кислыми, водянистыми. Нам нужно найти вот такую золотую средину, чтобы было и немного, и немало, чтобы было в самый-самый раз. Еще раз повторю, томаты любят обильный, но редкий полив. И вот поливать раз в 7, 8 или 9 дней, это вот идеальный вариант. Если вам будет подходить вот такая моя схема, то это будет прекрасно. Все, до свидания.